Солнце земли русской, так назвал святого благоверного князя Александра Невского, его современник, митрополит Кирилл. Таковым остался он в памяти народный от лет древних до наших дней, незримо являясь годой тяжелых испытаний. Торжества по случаю Дня памяти святого прошли и в Новочеркасске. В престольный день Божественной Литургией в атаманском храме святого Александра Невского возглавил митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий. В Александра Невском храме столицы Донского казачества особые торжества. Богослужение архиерейским чином, почетный казачий караул, многочисленные прихожане. Память святого благоверного князя Александра Невского совершается несколько раз в год. Каждый раз престольный праздник собирает здесь верующих, в числе которых как местные жители, так и многочисленные паломники. Свидетельство широкого почитания святого – множество храмов, освященных в честь его имени. Александр Невский храм города Новочеркасска ведет свою историю с 1805 года. Именно тогда, при начале строительства города, освящается и место под строительство этого храма. С течением времени менялось и место, отведенное под строительство, и сам впоследствии возведенный храм претерпевал множество реставраций. Главное, что сохранялось здесь все это время – церковная община, приход, состоящий из людей, свято почитающих великого князя. В настоящее время Александра Невский храм сооружен в нововизантийском стиле. Под руководством настоятеля протерея Бориса Павленкова он продолжает реставрироваться и благоукрашаться. «Суди меня, Боже, и рассуди распри мою с народом велеречивым, и помоги мне, Боже, как древле Моисею на Амалика и прадеду моему Ярославу Мудрому на окаянного святополка». Молитву полководца перед великим ледовым побоищем помнят потомки, как и помнят победу, одержанную с помощью Божьей в той страшной битве. Вот так, с верой в сердце и молитвой на устах, Александр Невский шел в каждый свой бой, чтобы защитить свое отечество. Жизнь великих угодников Божьих, храмовых честь, пример веры и силы Духа, которая рождается благодаря этой вере. Митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий в своем архипастерском слове еще раз напомнил об этом примере. Святой благоверный князь Александр Невский был человеком безусловно сосредоточенным. Он был сосредоточен на очень важном, основополагающем принципе жизни. Он помнил о своей ответственности перед Богом и знал, что и его жизнь, и жизнь, врученная ему от Бога его народа, жизни его людей, находятся в руке Божьей. И по тому основу своей жизни князь полагал в сохранении веры, в целостности этой веры, потому что знал, что на этой вере можно создать и государство, и ввести народ вратами в Царство Божие. Божественная литургия, звон колоколов, пение хора надолго останутся в памяти у тех, кто принял участие в светлом торжестве престольного праздника Александра Невского храма.